Был очень сильный порыв ветра, страшный. Я была в комнате, все, загрохотало. Ну вот и поломались деревья. Вот так описывают вчерашний ураган в Дашково-Песочне местные жители. Поваленные деревья, поверзенные лавочки, разбросаны на несколько метров ветки. А это дерево, которое упало на проезжую часть, пришлось распиливать на несколько частей, чтобы восстановить проезд. По словам местных жителей, коммунальщики и службы МЧС среагировали быстро и на ликвидацию последствий прибыли оперативно. Через час я вышла, но тут уже все распилили, все убрано. То есть, ну не совсем убрано, но во всяком случае дороги освободили. Потому что сюда не могли даже автобусы проехать. Частные машины разворачивали в другую сторону, а автобусы никак не могли. Естественно, и сразу вызвали. Этим летом непогода активна, как никогда. После урагана поваленные деревья падают куда попало. В микрорайоне Недостоево стихия деревом повредила припаркованную десятку. Инцидент произошел рядом с домом номер 3А по улице сельских строителей. В результате происшествия никто не пострадал. Вот только возникает логичный вопрос. А куда обращаться автовладельцам в таких случаях? Если вы пострадали от природных явлений, у вас есть несколько вариантов действия. Первое. Вы можете обратиться в страховую компанию, если имущество застраховано. В случае, если страхование не было осуществлено, гражданин может обратиться в органы местной власти, в частности в Рязани, это администрация города Рязани, с заявлением о возмещении ущерба, причиненного стихийным бедствием. Если управляющая компания надлежащим образом исполняла свои обязанности, то гражданин должен напрямую обращаться к руководству. Здесь порядок такой. Сначала подается претензия, и на ее удовлетворение у лица, причинившего ущерб, имеется 30 дней. Если в этот период спорная ситуация не разрешена, гражданин должен самостоятельно подготовить исковое заявление и обратиться с ним в суд. Синоптики обещают, что дождливая погода сохранится на территории области до конца недели. Самое время подумать о безопасности своих авто. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».